здравствуйте дорогие друзья я рада вас приветствовать на моем канале сегодня в данном видео я готовлю незабываемо вкусный торт малиновый рафаэлла торт готовится совсем несложно при помощи ручного миксера готовить его буду без желатина все покажу и расскажу в данном видео и сначала приготовлю бисквит бисквит здесь буду использовать классический на мой взгляд с классическим бисквитом этот торт получается еще более вкусным чем с кокосовым бисквитом 8 яиц я разделяю на желтки и белки в белки я добавляю 16 грамм ванильного сахара взбиваю сейчас просто до состояния пены и добавляю туда сейчас 25 грамм кукурузного крахмала сейчас от общего количества сахара 240 грамм я добавляю в белки примерно одну треть и взбиваю сейчас белковую массу примерно 3-4 минуты миксер у меня здесь маломощный яйца здесь комнатной температуры среднего размера весом без скорлупы каждое яйцо примерно по 50 грамм белки взбились и взбиваем сейчас желтки порциями ввожу сейчас в желтки весь оставшийся сахар и взбиваю желтковую массу даже немножко дольше чем белковую примерно минут пять это важно чтобы бисквит без разрыхлителя хорошо поднялся вот таким маломощным ручным миксером сейчас белковую массу я вмешиваю аккуратно круговыми движениями во взбитую желтковую массу досконально тщательно белки я не промешиваю делаю я это намеренно чтобы мне не осадить массу потому что потом все это с мукой перемешается хорошо 240 грамм муки я ввожу примерно в 5-7 приемов просеивая муку в тесто и вот так венчиком очень аккуратно тоже такими круговыми движениями я перемешивала все это выпекать бисквит я буду в двух формах по 21 сантиметров в диаметре форма у меня без дна я их просто застелила фольгу это кондитерские кольца если у вас форма с дном лучше брать тогда по 22 сантиметра в диаметре потому что эти кольца они более объемные выпекать буду на среднем уровне режиме вверх-вниз без конвекции и температуре 175 градусов цельсия примерно 35 минут вы же смотрите по своей духовке дверцу духовки во время выпекания мы не открываем и так бисквита у меня испеклись я сейчас даю им полностью остыть формах и убираю их на ночь в пищевых пакетах в холодильник для того чтобы они мне отдохнули и сохранили свою форму и так приготовим малиновый слой здесь у меня 500 грамм свежемороженной малины можете использовать свежую также наливаю туда 100 миллилитров воды и довожу всю эту смесь сейчас до кипения и сразу же снимаю с огня сейчас через сито я протираю всю малиновую смесь чтобы избавиться от большего количества косточек скажем так потому что чтобы идеально избавиться от косточек это нужно перетирать через более мелкое сито и несколько раз но мне это не столь принципиально важно и так чистого пюре у меня потом останется примерно вот так вот 380 грамм 45 грамм кукурузного крахмала добавляю туда 70 грамм сахара перемешиваю и всю эту сухую смесь сейчас растворяю в малиновом пюре если вы любите послаще прослойки эта прослойка будет с хорошей такой кислинкой следует взять здесь на 20-30 грамм больше сахара тогда сейчас на умеренном огне в кастрюле с толстым дном при непрерывном помешивании я довожу всю эту смесь до кипения как только начнет она закипать густеть становиться более насыщенной по цвету я провариваю еще примерно 20-30 секунд и снимаю сразу же с огня теперь переливаю всю эту смесь в ту емкость где она у меня будет остывать до комнатной температуры накрываю сейчас пищевой пленкой в контакт чтобы смесь не заветривалась и оставляю вот так остывать даже можно до такого прохладного я бы сказал состоянии и остудить но не до очень холодного иначе вы не сможете распределять потом по торту и так у меня прошла ночь я достаю сейчас бисквиты из форм они хорошо очень сохраняет вот таким образом свою форму бисквит у меня очень холодный сразу хочу сказать примерно 2 градуса цельсия они у меня были в холодильнике поэтому они такие вот немножко как бы на вид не гнуться ничего просто это от холода здесь я намеренно распределяла тесто когда я выпекала в одной форме я распределил тесто на два коржа а в другой на три коржа вот так делать очень удобно бы коржи у меня были все одинаковые по высоте и чтобы потом в разрезе тортик смотрелся более красиво здесь конечно вместо классического бисквита вы можете использовать кокосовый бисквит ссылку на приготовление кокосового бисквита я оставлю вам в описании к данному видео ходите и смотрите есть рецепт на моем канале и так коржи я подготовил сейчас их на короткое время отставляю в сторону приготовлю крем 100 грамм белого шоколада я растопила в микроволновке туда же я отправляю 100 миллилитров холодных сливок для взбивания жирностью не менее 30 процентов перемешиваю горячий шоколад и холодные сливки получается вот такая смесь если вы не уверены в качестве своего белого шоколада лучше добавить сливки комнатной температуры и остудить уже эту смесь равномерно до такого прохладного состояния 300 миллилитров сливок для взбивания добавляю туда 16 грамм ванильного сахара и 50 грамм сахарной пудры сливки конечно же очень холодными должны быть добавляю туда 300 грамм творожного сливочного сыра тоже очень холодного и добавляю туда 250 грамм сыра маскарпоне также очень холодную из холодильника взбиваю сейчас всю эту массу до мягких пиков и ввожу туда весь белый шоколад он уже такой достаточно прохладный у меня но вот когда мы взбиваем таким способом это большая вероятность того что мы избежим появление крупинок он не свернется у нас белый шоколад в массе сейчас взбиваю все это уже до устойчивых пиков белый шоколад также дает очень хорошую стабильность этому крему крем взбился добавляю сейчас туда также 60 грамм кокосовой стружки кокосовую стружку всегда говорю во всех видео следует брать самую ароматную для любых десертов нужно уже перепробовать все доступные марки производителей кокосовой стружки и выбрать для себя уже ту марку которая вам нравится сейчас перемешиваю отставляю в сторону пока я буду готовить здесь подложку пропитку и как раз кокосовая стружка разойдется в этой массе если вам этот крем покажется небюджетным на моем канале есть кокосовый крем рафаэлла без сливок без сливочных сыров даже без яиц ссылку на тот крем я оставлю вам конечно же в описании к данному видео 250 миллилитров охлажденной кипяченой воды добавляю туда одну столовую ложку обычного сгущенного молока с сахаром сгущенки сейчас остывшую хорошо малиновую смесь примерно делю на 4 равные части каждый малиновый слой я буду наносить из кондитерского мешка на торт лучше сделать таким образом чтобы уже каждый прослойка в торте выглядела красиво равномерно если у вас нет кондитерских мешков вместо них вы можете использовать обычные пищевые пакеты полиэтиленовые для замораживания пищевых продуктов сейчас я пропитываю обязательно каждый корж потому что это классический бисквит крем я также поделила на 4 равные части если вы новичок лучше это делать с помощью кухонных весов если вы уже имеете опыт можно визуально поделить его на 4 части крем получается устойчивым благодаря белому шоколаду благодаря кокосовой стружке заметьте миндаль здесь я не использую я неоднократно пробовал делать этот торт из кокосовым бисквитом также использовал миндаль на миндаль мне здесь кажется лишним если же вам очень нравится именно миндаль в таких десертах и также можете его использовать отдельную прослойку можно сделать из крема где вы добавите без малинового пюре допустим в центре вы добавите просто обжаренный миндаль и тогда у вас будет вкус именно обжаренного миндаля в торте миндаль лучше конечно использовать мелко нарубленный сейчас торт я поставлю хотя бы на 4 часа в холодильник лучше конечно убрать его на ночь вот такой бисквит к этому торту можно испечь за пару дней заранее вырезать его из формы убрать его в пищевой пленке в холодильник и потом уже когда он вам понадобится достать его и нарезать лучше нарезать в холодном виде сейчас пропитываю последний корж ставлю в кондитерское кольцо и убираю в холодильник лучше убрать конечно же торт на ночь чтобы объединились все вкусы тогда вкус конечно будет необыкновенный 250 грамм сливочного масла размягченного я взбиваю хотя бы три минуты не меньше по прошествии трех минут я добавляю туда 250 грамм сгущенного молока с сахаром порциями обычной сгущенки все тоже комнатной температуры и взбиваю сейчас до устойчивых пиков делаем обычный классический советский масляный крем на сгущенки он очень хорошо подходит вот ко вкусу данных коржей крема и малиновой прослойки идеально просто подходит и готовится он элементарно просто взбиваю сейчас обязательно до устойчивых пиков чтобы масса не была жидкой вам будет казаться что она вот жидкой должна остаться она не должна оставаться жидкой здесь очень важно чтобы температура используемого вами сливочного масла не превышала 27 градусов цельсия иначе крем будет жидким торт я достала из холодильника наношу сейчас крем весь на торт сразу же выравниваю потому что крем будет очень быстро схватываться здесь ждать ничего нельзя вы здесь можете использовать любой ваш любимый крем на ваше усмотрение если вы хотите другой какой-то крем использовать вы можете пройти в плейлист рецепта кремов на моем канале и выбрать себе тот крем который вам нравится выравниваю здесь не досконально посыпаю его кокосовой стружкой торт прекрасно нарезается идеально держит форму все слои здесь и крем и прослойка они все очень стабильные и в то же время торт тает во рту торт получается необыкновенно вкусно конечно этот торт можно приготовить более большого диаметра и более низким тогда следует его выпекать форме 26 сантиметров в диаметре выпекается тогда бисквит в одной форме разрезается на 4 коржа и крем распределяется на три слоя и я надеюсь что видео было полезным и познавательным подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео